На этом отдельно взятом круглом столе сегодня рулит исключительно женщины. Обсуждают, какие возможности открыты для них в политике. Те, у кого жизнь удалась, невольно подтверждают старый тезис о политике, как концентрированном выражении экономики. Вот у меня часто спрашивают, ой, у вас какой марки часы? Или сколько они стоят? Дорого стоят, хорошие марки. Но я пришла с ними уже. Они у меня были до этого еще 10 лет. Ну, в течение 10 лет я могу себе позволить менять это. Поэтому, конечно, я себя более устойчиваю, более спокойно, потому что я как бы не держусь за эту заработную плату, за те деньги, которые у меня. Я больше работаю для того, чтобы реализовать именно свои мысли, свои идеи, какой-то внести свой вклад в развитие общества. Но не у всех женщин-передовиков все гладко и безоблачно. Гарантией не служит даже партбилет правящей парторганизации. Вот экс-депутата парламента Баха Цыздыкову со скандалом попросили из рядов Нарутана за невозврат крупной суммы денег. Теперь партии пытаются взыскать их через суд. Бывшему главе статагентства республики Анар Мишимбаевой и вовсе грозят исправительные работы. Ей инкриминирует хищение почти миллиарда тенге. А старшая дочь президента страны Дарига Назарбаева периодически шокирует общественность своими заявлениями. Да, я считаю, что нужно время от времени детей водить на экскурсию в дома ребенка, в интернаты для детей и инвалидов, чтобы они видели, что вот каков результат непродуманной половой жизни преждевременной. И детей этих уродов показать инвалидов. Пусть смотрят. Это работает намного сильнее, чем десятки часов, потраченные на разговоры и на лекции. Впрочем, мужчины здесь убеждены. Невзирая на известные фамилии, положения и связи, женщинам путь к руководству государством фактически заказан. Бывший кандидат в президенты Мусагали Дуамбеков этот вопрос считает закрытым. Мы же все-таки восточная страна. Есть восточный менталитет, есть отношение к женщинам. Вообще есть место женщины в обществе и в семье. Реально присутствие и влияние женщин на политической арене Казахстана абсолютно незначительное, говорят эксперты. Гендерные нормативы официальная Астана выполняет, но похоже чисто формально, как глубочную картинку для либерального международного сообщества. На деле же, каждая из участниц игр местную политику четко знает свою роль и место.